Вы слушаете чтение Библии. Пятое сентября. Второе послание к Тимофею с первой по четвертую главы. Глава первая. Павел, волею Божией и апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, Возлюбленному Сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей и чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью. Желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабушке Твоей Лаиде и матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе. По этой причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог духом святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осейские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно подкреплял меня и не стыдился ус моих, но, будучи в Риме, с великим усердием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Глава вторая. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для слова Божьего нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Это напоминает, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что нисколько не служит к пользе, а к расстройству слушающих. «Старайся представить себя Богу достойным, тружеником, безукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия избегай, ибо они, пустословы, еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Меней и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту, познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похоти избегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных споров уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем незлобивым, способным учить, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Глава третья Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Анний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, намерениях, вере, в великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии и коне и листве. Какие гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь! Да и все, желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа и Иисуса. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Глава четвертая Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых явлением Его и царством Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обращаться к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной, Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихий-ка я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Береги с его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Эраст остался в Каринфе, Трофима же я оставил больного в Мелите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Эвул и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Благодать с вами.